Тем временем власти республики, понимая, что протестное настроение, протестная активность в регионе неминуемо будет нарастать, а 4 года правления Хабирова в Башкирии только усилили понимание людей того факта, что что-то очень сильно не так во всей стране и в регионе в том числе, ну и как обычно, поняв вот такие угрозы, власти начинают предпринимать какие-то меры. В основном эти меры сводятся к попыткам нажима, давления, дискредитации в отношении лидеров этих протестных событий. Вот, например, после того, как в селе Темясово прошел разрешенный, подчеркиваю это слово, самими же властями народный сход, где позорно освистали и изгнали вице-премьера Абдрахманова, после этого начались поиски нарушений со стороны организаторов этого народного схода. Сегодня я получил вот такой на руке рапорт о административном правонарушении, об обнаружении признаков административного правонарушения. Мы, нас обвиняют, меня, Юмагулова Ильдара Шамильча и Файзулину Рашиду Абдулхаковну, в том, что мы по статье самоуправства. Мишенью для нападок стал, в частности, инвалид-колясочник Ильсур Ирназаров, который был в числе инициаторов этого народного схода. Эльбит демаром. Эльбит демаром. Как председатель инициативной группы, данный сход нужно будет проголосовать. Все должно быть по регламенту. Сейчас мы все проголосуем, что это будет сход граждан, а не собрание. Перепуганные власти уже близки к тому, чтобы вменить ему какие-то претензии и какие-то нарушения. Мы со своей стороны очень надеемся, что правоохранители и те, кто вовлечен в этот процесс, они смогут удержаться от нарушения законодательства. Им хватит разума и чести не пойти на поводу вот этого оскорбленного народным гневом вице-премьера Абдрахманова и его хозяев. Ну и как бы правоохранители в этой ситуации сохранят статус-кво и будут строго следовать букве закона.